здравствуйте я хочу поделиться своим опытом эксплуатации термокружки contigo с системой auto seal то есть автоматического закрытия это младшая модель модель pinnacle также это на данный момент система доступна в термокружках именно кроме того в питьевых бутылочках в термокружках west loop и в топовой на данный момент серии транзит и так auto seal в чем она заключается чем не привлекла эта термокружка тем что она всегда находится в нормально закрытом состоянии то есть у нее питьевой носик постоянно закрыт как только мы хотим попить мы нажимаем на вот эту вот кнопку и носик открывается выглядит это приблизительно вот так пьем закрываем чем это хорошо тем что для демонстрации мы пьем останавливаемся и у нас практически нет капель то есть вот это вот капелька обычно который сейчас на краю обычно вы ее уже выпили а здесь то есть сейчас промокнем с края все здесь в общем то ничего больше не капает даже если вы случайно и уроните это кружка как она не она автоматически закроется эта кружка не страшно если вы она вдруг у вас проливается на рабочем столе если в общем практически очень 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 удобная штука тем что она всегда у вас и можно даже в принципе бросать в сумку что иногда делаю но для этого здесь есть специальный локер который не дает нажиматься клавиши и соответственно не открывается вот это вот носик для питья pinnacle обладает не самым удобным носиком для питья то есть west loop гораздо удобнее и транзит он еще из дополнительной функции когда вы дополнительно можете закрыть область для питья вот там действительно вы бросаете в сумку в рюкзак и ничего точно не происходит это базовый pinnacle опять же он всего порядка 300 миллилитров 330 но если вы пьете кофе то это наверное ваш размер отлично входит в кофе под кофемашины в кафе то есть это ваш случай если вы как и я за то чтобы брать кофе в свою посуду в кофейнях чтобы не забыть не загрязнять окружающую среду по поводу устойчивости этой кружки все что может вас смутить это то что цветные модели то есть не брошированную нержавейку цветные модели не рекомендуется колбу мыть в посудомоечной машине все так это из-за того что есть вероятность того что со временем вот этот лак начнет вот этот привлекательнейший лак начнет отходить но игрушка приобретет станет не такой опрятный потому что когда она падает даже на асфальт есть отметина отпадение то есть вот это вот на отпадение на жесткое металлическое ребро то есть прям вот она падала на металлическую штуку торчащую а вот это вот отметка ну где же она вот здесь вот у нас сейчас попадет в блик едва заметно вот здесь вот отметина то есть лак здесь не полез все отлично вот это вот отметина царапина она тоже незаметно из это хоть она и есть она не за не так заметно из-за того что мы ну просто она классно бликует эта кружка и все держится то есть не расходится дальше к слову это поцарапал когда бросал в сумку уже ну совсем называется с металлическими инструментами для письма и они просто-напросто это перья поцарапали ну то есть это было крайне вот называется испытание на надежность что он важно знать про эти кружки из еще то что они очень классно держит тепло то есть вот чем больше объем кружки тем как правило нам лучше сохраняет тепло здесь в этих кружках настоящий вакуум то есть ну в настоящий вакуум который действительно хорошо изолирует хорошая достаточно пробка которая тоже сама по себе может быть и не не несет такой прям вот как пробка пробковая затычка в старых термосах нет но она сама по себе тоже неплохо помогает за счет герметичности сохранять тепло заявленное тепло до трех часов горячей оптимально если вы сполоснете перед этим кипятком колбу и перед заливанием напитка тогда действительно у вас будет три часа даже в около нулевой температуре я не очень люблю горячий напиток поэтому я заливаю холодную колбу и у меня есть два часа хорошего кофе то есть как не горя не горячего кофе у меня есть да со всеми термокружками есть момент когда вы себя обедняете например с такими ароматными напитками как кофе или чай то что вы не чувствуете аромат в полной мере но для этого в общем то и служит тот момент что можно снять и очень аккуратно обработанный край и этот край отлично ну скажем так его пить пить из него приятно и ко всему если мы опять же сделаем один классный тест посмотрите на отрыв капли вот мы наливаем никакой капли снаружи нету это ну это находка заделка внутри колбы очень аккуратная то есть сварной шов практически не виден то есть он там сейчас попробуем его найти вот он едва заметен он очень гладкий сама колба без углов назовем это так то есть нее мыть удобно пробка моется вообще на ура моется в посудомойке то есть вот я внутри она представляет себе вот такую вот конструкцию и для того чтобы ее помыть мы просто-напросто нажимаем на рычаг открываем и у нас доступна вся область том числе и носик для питья на конце здесь классная силиконовая подушечка она кстати получается изолирующая когда мы нажимаем на клавишу что происходит клавиша толкает вот эту педаль вверх и приподнимает носик но самое интересное то что тоже конечно же заизолировано но когда мы пьем вот это вот часть выступает в качестве вот этого маленького отверстия для поступок для поступления воздуха вот убирается заглушка и поступает воздух что важно знать про эти термосы как и про все термосы что их нельзя открывать возле лица то есть как только вы залили горячее там собирается пар и если с обычным термосом вы просто нажимаете на кнопку и у вас происходит выброс пара устраавливается давление то здесь самая большая ошибка пить из таких кружек подносить их вот в такое положение и потом нажимать на клавишу в этом случае действительно получается не про все получается неправильно то есть правильно пить из этих из таких кружек следующим образом вы нажимаете на клавишу вертикальном положении подносите пьете возвращаете и только после этого отпускаете поп тогда у вас здесь не скапливается последняя капля то есть все все получается чисто аккуратно и великолепно есть чего вот такой конструктивный контака конструктивная особенностью особенно и удобно пользоваться как раз таки в младшей модели вот этот вот промежуток между клавишей и куколбой можно их вешать на край сумки то есть чем я и пользуюсь чтобы не валялась и была вертикальная кружка хотя в этом особо особого значения нет я просто кладу в сумку и закрываю сверху и за внутренний карман или за край это все держится конечно же эти кружки не протекают то есть они могут находиться вот в таком положении ну я бы сказал невероятно долго но тесты я не проводил потому что я просто и пользуюсь и очень 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 доволен наверное про эти кружки но что сказать в старшие модели те вообще обладают фантастической то есть там порядка пяти а то и до 7 часов есть модели кантига который держит тепло хорошо что еще нужно знать что не это нержавейка классная в том плане что по белорусскому дубик сертифицировали в беларуси и в общем-то на не по большинству показателей в на порядок ниже предельно пдк предельно допустимой концентрации то есть конечно же без без фенол без фенола а у нас пластик идет это тот сад тот то из-за чего он в общем-то мальчикам не стоит пить из пластиковых бутылок и особенно мальчикам и нержавейка в общем то не в общем то есть момент что она накапливает запах то есть ее нужно мыть перед например если вы хотите поменять с кофе на чай и вы очень придирчивы к аромату то тогда нужно менять ну я использую ее для кофе и в этом она меня устраивает если вы хотите менять регулярные напитки то тогда для вас посмотрите на самую свежую модель на данный момент она называется глэйс внутри керамика пищевая то есть опять же металлическая колба покрытая керамикой пищевой такая беленькая как на сковородках она гораздо она просто прям вот ну идеально с точки зрения не удерживания ну не на мне не запасает аромат и как-то удерживает если вам хочется наоборот пить только травяные чаи и пуэры то смотрите вы обратите внимание на модель west loop с инфьюзером таким сичком который крепится к крышке металлическими позволяет хорошенько настоять травы или чай и ну то есть и при этом они не будут попадать вот сюда если вы хотите попробовать секрет